Самый, скажем так, качественный стимул – это всегда деньги. Во все времена так было, есть и будет, поэтому, конечно, это, безусловно, большой шаг, и это очень важно. Нужно стимулировать педагогов, чтобы они не просто были кнутом и пряником для наших детей, а чтобы они находили те точки соприкосновения, когда они могут раскрыть ребенка изнутри, его таланты, его видение мира, когда это идет не только в ногу со временем, но еще с внутренним миром ребенка, потому что каждый ребенок, он индивидуальный, он личность. Уже в 2-3 года ребенок знает, что он хочет, у него есть свои потребности, и очень-очень важно к этому прислушиваться. И если эти гранты будут стимулом к такой коллаборации между детьми и педагогами, если педагогов это застимулирует на открытие каких-то программ, которые будут поддерживать и развивать наших детей, я только за, и буду очень благодарна этому. Я знаю очень хороших педагогов, молодых, вот именно из нового поколения, которые настолько правильно в игровой форме из ребенка вытаскивают то, что им нужно, то есть это не то, чтобы, там, я тебе поставлю двойку, Васечкин, выйди из класса, там, приведи маму школу. То есть, ну, мы современное поколение, мы немного по-другому уже смотрим, не так, как в Советском Союзе, мы немного по-другому смотрим на воспитание. И это здорово, это здорово, что мы сейчас пытаемся прислушаться и пытаемся найти какие-то точки соприкосновения с детьми. Вот мне бы хотелось, чтобы таких педагогов было больше, открытых, которые учатся, которые идут в ногу со временем, которые не давят на детей, не перегибают палку, потому что я вот ребенок Советского Союза, и в моей системе образования были разные педагоги. Были такие педагоги, которые, в общем, не приемляют ни чью точку зрения, да, и скорее это все-таки палка и кнут, нежели там кнут и пряник. Хотелось бы, чтобы учителя все-таки были учителями, чтобы они тянули к лучшему, чтобы они прививали вот эту вот привычку интеллигентности, привычку, даже, может быть, не привычку, а желание у детей, вызывали желание у детей оставаться детьми, оставаться ангелочками как можно дольше. Мне кажется, это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!